Чтобы успешно заниматься сельскохозяйственной деятельностью требуется немало средств. Благодаря программам финансирования сельского хозяйства льготные кредиты получили тысячи фермеров. В этом году процентная ставка определена в размере 6%. Каждый, кто занимается сельским хозяйством и у кого есть условия для ведения сельского хозяйства, может обратиться. По вопросу документов лучше зайти на наш сайт или обратиться в филиал РСК, там упрощенная форма, порядка 5-6 видов документов нужно. Это стандартные документы, как паспорт, свидетельство, наличие скота, либо сельскохозяйственных земель. Для примера могу сказать, что в прошлом году было выдано порядка 4 тысяч кредитов по льготной программе на сумму 2 миллиарда 300 миллионов. С марта этого года начнется выдача льготных кредитов в рамках проекта финансирования сельского хозяйства 10. Уже принято соответствующее решение Кабмина. А в настоящее время готовится проект с соглашением между Министерством финансов и банками, через которые можно будет получить финансы. В настоящее время готовятся проекты соглашений для заключения между Министерством финансов Кыргызской республики и коммерческими банками, которые непосредственно будут выдавать льготные кредиты субъектам предпринимательства в сфере сельского хозяйства. Проект прежде всего направлен на оказание государственной поддержки субъектам сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности для своевременного проведения сельскохозяйственных полевых работ путем обеспечения доступными и льготными кредитными средствами. Сравнительно с прошлым годом размеры субсидий увеличились, но у нас в этом году Кабинетом Министров было принято решение, что по данной линии процентная ставка составит 6%, фиксированная. Это по всем направлениям, это по переработчикам и другим фермерским хозяйствам будет фиксированная ставка 6%. В этом году крестьянам-фермерам будет выдано льготных кредитов на сумму до 5,5 миллиардов сомов. Для субъектов животноводства и растеньеводства от 300 тысяч сомов до 3 миллионов сомов. Для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности от 500 тысяч до 20 миллионов сомов. Льготный период для всех категорий составляет 6 месяцев. Средства могут выдаваться на следующие цели. Для субъектов животноводства общая сумма всего финансирования не превышает 50%. 25% для субъектов растеньеводства. Столько же для пищевой и перерабатывающей промышленности. Срок погашения кредита под 6%. Субъекты животноводства и растеньеводства – 36 месяцев. Субъекты семеноводства, племенного скота, птицы, рыбы, пчеловодства, сбора кормов, искусственного осеменения – 60 месяцев. Субъекты пищевой и перерабатывающей промышленности обязаны погасить кредит в течение 60 месяцев. Реализация проекта финансирования сельского хозяйства 10 рассчитана на 5 лет. Подобные проекты по льгодному кредитованию реализуются уже с 2013 года.